Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих. С вами Александр Шадов, Осьминог Бесконечности. И сегодня у нас будет лекция про иррациональную философию. Ну, собственно, разберем мы всего лишь три персонали, но при этом настолько важные, настолько значительные, насколько это только может быть. Да, именно для иррациональной философии это самые важные, так скажем, люди. Штырнер, Шепенгауэр и Ницше. Многие не любят Ницше, но вот так вот. Ницше очень важный персонаж. После рассмотрения немецкой классической философии, в частности Гегеля, а Гегель был, несомненно, вершиной философии рационализма, следует перейти к рационалистическому ответу на эту философию. Мы намеренно пропускаем труды философов-романтиков и многих других рационалистов, чтобы лучше рассмотреть идеи трех основных, пройдясь непосредственно по их книгам. На мой взгляд, рассмотрение работ по рационализму следует начинать с Макса Штырнера. Так как он первым наиболее четко и радикально выразил свой протест против разума и даже против самого мышления. Ну, вообще против всей культуры, в частности, христианской. Он выступал за, наверное, одну из самых радикальных форм освобождения за всю историю. Может быть, его предшественником разве... Ну, что, Маркиз де Сад. Ну, Маркиз де Сада мало кто считает философом, а Макс Штырнер признанный мыслитель. Известен он в основном как анархист и сторонник этики эгоизма. Но за всем этим стоит куда более глубокий посыл, в котором мы попытаемся разобраться. А не менее важной фигурой развенчивающей рационалистический миф является Артур Шопенгауэр. Он работает сразу в нескольких направлениях. Ну, во-первых, это развенчание логики, теории аргументации и самой рационалистической метафизики, на место которой он ставит метафизику воли. С этим мы тоже попробуем разобраться. Тоже потрясающий взгляд на мир, так скажем. Но у Артура Шопенгауэра и у Макса Штырнера есть одна большая слабость по сравнению с следующим, в общем-то, автором. И Макс Штырнер, и Артур Шопенгауэр, они пишут в стиле рационализма оба. Притом и Макс Штырнер. Макс Штырнер как один из последователей, отчасти Гегеля. Его основной текст, в общем-то, единственная его собственность, включает в себя диалектическую триаду. Уже на уровне, как бы, оглавления. Так вот, да. Артур Шопенгауэр, он просто очень логично и очень рассудительно отвечает на все вопросы, пытается что-то аргументировать. Так вот, следующий важный персоналей среди вот этих вот трех персонажей является Фридрих Вильгельм Ницше, который воплотил идеалы иррационализма не только в теории, но и на практике. Ну, то есть, вот у нас есть Артур Шопенгауэр, есть Макс Штырнер. В теории они оба иррационалисты. А, но при этом рассуждали рационально. Штырнер, ой, Ницше так не делает. Если Штырнер и Шопенгауэр писали довольно рационалистические тексты, а работы Шопенгауэра нередко были идеальными образцами рационального подхода к аргументации. Вот, 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 действительно, вы посмотрите работы Шопенгауэра, посмотрите, как он аргументирует свои позиции, и вот вы там найдете тезис, аргументы. И аргументы расположены еще в определенном порядке, от более убедительных к менее убедительным. Артур Шопенгауэр очень такой рационалистический персонаж, несмотря на то, что он рационалист. Так вот, Ницше, в отличие от него, пошел другим путем. Он исследовал иррациональность на ее самом поле, то есть там, где она и проявляется, с помощью афоризмов, с помощью художественной, так скажем, литературы. При этом не являясь писателем, а, ну, филологом, ну, в этом смысле он не писал ни одного практически такого вот чисто литературного текста, но не считая разве что Заратустра. Так вот. И он использовал в качестве выражения своей философии стилистику художественного произведения. При этом, ну, это были такие своеобразные, своеобразный способ высказать свои идеи. Ну, то есть это не былая художественная литература, это определенная философская литература, но при этом выраженная языком художественного произведения, а не философского трактата, как это обычно бывало, и как это было у Артура Шопенгауэра, и даже у Макса Штырнера. Так вот. Общие данные я буду брать из Википедии, ну, так как это довольно-таки простой источник, там кратко изложены все концепции, так или иначе, тех или иных авторов, но мы вместе будем их разбирать. Если там в Википедии автор ошибся, мы попробуем это поправить. Ну, я все-таки читал все тексты всех вот этих вот... Причем, действительно, я читал все тексты всех этих мыслителей, переведенных на русский язык, и поэтому, ну, все-таки какой-то читательский опыт у меня есть, и я попытаюсь вам помочь разобраться в этом всем. Макс Штырнер. Начнем мы с него, и его основной труд называется «Единственный его собственность». В общем-то, да, потрясающий текст. Речь здесь пойдет о знаменитейшей книге Штырнера, которая наделала много шума в свое время. Какое у него содержание? По сути, в ней содержится вся философия Макса Штырнера. Одна из главных черт его философии – это эгоизм. Приведем цитату. Старому «Чтите Бога» соответствует современной «Чтите человека». Я не предполагаю чтить себя самого. А, я же предполагаю чтить себя самого. Вот так вот у него, понимаете? То есть, не нужно чтить Бога, не нужно чтить вообще человека. То есть, гуманизм тоже отметается. Штырнер против гуманизма. И он предлагает чтить себя самого. В общем-то, вот вам квинтэссенция эгоистической философии, за что очень часто цеплялись всевозможные христианские мыслители, которые его критиковали. Например, Соловьев, ну, не любили вот такие вот вещи. Понимаете, даже есть подозрение, что Достоевский вдохновился как раз на написание преступления и наказания вот-вот-вот такими вот трудами. Трудами Макса Штырнера и, видимо, его последователей. Так вот, следующая цитата. «Тысячелетия культуры затмили от вас самих, вселяя в вас веру, что вы не эгоисты, а призваны быть идеалистами». Ну, то есть, хорошими людьми. «Стряхните это с себя, не ищите свободы, а лишающей вас себя самих. В самоотрещении ищите себя самих. Станьте эгоистами, пусть каждый из вас станет всемогущим Я». Ну, вот такая вот у него концепция. Также у нас в тексте «Единственная его собственность». Есть определенные отсылки к антигосударственности. Ну, то есть, действительно, претечи... Так, вот так вот получше, да, наверное, будет? Вот так, да, хорошо. То есть, действительно, Мак Штырнер является своеобразным претечием современного анархизма. «Меня хотят уговорить пожертвовать своими интересами ради интересов государства. Я, напротив того, объявляю войну не на жизнь, а на смерть всякому государству, даже самому демократическому». Ну, то есть, как видите, его не устраивали ни демократические государства, ни монархические. Все они, как бы, ну, противоречат интересам отдельного человека. И поэтому Мак Штырнер предлагал, ну, как минимум, видимо, для себя лично, лично для себя отказаться от вот такой вот прекрасной поддержки. Трудно сказать, ну, то есть, по-моему, он нигде не исповедовал прямо вот такие откровенные антигосударственные идеи. То есть, государство надо уничтожить, государство — это механизм подавления, и только поэтому его надо уничтожить. Да, государство, по Штырнеру, это действительно механизм подавления собственного эго-эгоизма. И когда мы жертвуем своими интересами ради интересов государства, мы, конечно, поступаем неправильно. Да, но Штырнер не предлагал, по-моему, государственную программу, ну, то есть, программу уничтожения государства, так скажем. Ну, поскольку Штырнер делил людей на богатых и бедных, ну, в принципе, в анархокапитализме, конечно, там будут и богатые, и бедные, но большинство концепций таких вот более-менее анархических или коммунистических, они так или иначе за равенство выступают. В том числе, порой, даже за равенство частной собственности. Ну, то есть, что у всех вся собственность принадлежит всем. И это тоже ограничение своеобразное, демократическое, оказывается. Так вот, меня хотят уговорить и пожертвовать своими интересами ради интересов. Так, это уже повтор, да, цитат? Ох, как я постарался составить лекцию, да? Так, продолжаем. Нигилизм. Цитата. Ничто. Вот на чем я построил свое дело. Да, очень часто Штырнера обвиняют в нигилизме. Но что такое нигилизм, сказать, на мой взгляд, ну, довольно-таки трудно. Честно говоря, я до сих пор и не понял, что такое нигилизм. Но когда мы говорим о нигилизме, это ссылает нас постоянно к Штырнеру обычно. Большинство людей, которые подразумевают так или иначе нигилизм, вот они вот смотрят на Макса Штырнера. Потому что он построил свое дело на ничто. Хотя в его тексте это практически потом никак не проявится. Ну, то есть он предлагает вполне так себе позитивную концепцию эгоизма, так скажем. То есть он не отрицает эгоизма. Он отрицает какие-то общие понятия. Да, у него есть номинализм в текстах, но нигилизм... А нигилизм, наверное, у него заключается только в том, что он отрицает христианскую догматику и вообще любую другую этическую догматику, которая не основывается на принципах эгоизма. Но чтобы это был полный нигилизм, это, ну, то трудно сказать, что это полное отрицание всего. Это отрицание тех концепций, которые противоречат его концепции. А кто из мыслителей не отрицает те концепции, которые противоречат его концепции? Ни один, ни один. Вы знаете, все, все отрицают, все отрицают эти концепции. Поэтому все что ли нигилисты? Нет, нет, не все нигилисты. И Штернер тоже как-то вот здесь немножко не очень подходит. У него довольно-таки позитивная программа, в том плане, что он делает определенные предложения. Сейчас, простите. Критика рационализма. Очень часто, когда речь заходит о Штернере, упускают вообще одну из главных позиций его, которая вообще только может быть. И, наверное, единственная позиция, которая касается так или иначе теории познания у Штернера, это то, что Штернер подвергает рационализму радикальной критике. Он подвергает критике идею разума, он подвергает критике само мышление как таковое. Ну, это, наверное, даже был один из первых философов, который подверг радикальной критике само мышление. Понимаете, это очень интересный персонаж. И логику тоже подверг критике. Я также, наверное, замечу, что вот такие вот мыслители, как Макс Штернер, они на многом даже, да, они радикальны. Это даже нас относит к самой Древней Греции. Как вы помните, в античности было очень много различных мыслителей, которые придерживались разных позиций. Так вот. Причем их позиции, они не были, так скажем, компромиссными. А Штернер также не идет на компромисс к культуре. Он не идет на компромисс с логикой и не идет на компромисс даже с самим мышлением. И это потрясающе. Это действительно очень сильно. Это действительно как-то относит нас в Грецию, когда вот было много школ, и каждая школа так вот отдельно друг от друга не заключала компромиссы с другими, мысли в своих категориях как-то. Вот это была философия. Философия прямо с большой буквы. А потом началась такая систематическая более философия. Началась философия, основанная на христианстве, а потом философия, выродившаяся из христианства определенным образом и ставшая философией нового времени, в которой разрабатывались определенные концепции рациональности. А рациональность, она, ну, в принципе, очень комплементарна христианству, честно говоря. То есть рационализм, он очень христианизированный у нас. Поэтому, ну, отрицать христианство и не отрицать при этом рационализм, ну, довольно странно очень часто. А также замечу, что Штернер обвиняет многих атеистов. Ну, то есть, да, действительно, в его время было предостаточно атеистов. Атеизм это не какая-то новая такая потрясающая невероятная концепция. Наоборот, наоборот, он обвиняет атеистов, и я с ним полностью согласен, что большинство атеистов... Единственное, чем отличаются от верующих, так это только тем, что они не верят в Бога. Все остальные элементы христианских парадигм, этика, христианская эстетика, в общем-то, остаются при них. То есть, получается даже так, что вот эти вот потрясающие, замечательные атеисты пытаются соревноваться с верующими. Кто из них больше христианин в этике, допустим? Тот же Ганс Христиан Андерсон, напомню вам цитату его, где он, в общем-то, да, показывает, что атеист, который исповедует все, в общем-то, нравственные парадигмы, не боясь при этом Бога, еще больше христианин, еще более святой человек, чем, в общем-то, верующий, который так делает. Ну, может быть, но вот Штернер делает это упреком, понимаете, действительно, это же упрек. Вот вы такой весь атеист. Такой замечательный атеист, а на самом деле... Какая неудача. На самом деле, вы очень верующий человек, который, в общем-то, живет в соответствии со своей культурой. И вы думаете, что христианство на вас не воздействует, вы такой свободомыслящий, такой замечательный, такой потрясающий, а на самом деле нет. На самом деле, христианство внутри вас, и оно вами управляет полностью. Вот так вот. И морализм. Штернер предлагал освободиться от внутренних ограничений морали, что, вероятно, и обыгрывает в преступлении и наказании Федора Михайловича Достоевского. Вот так вот. А почему мы должны, как бы, освободиться от внутренних ограничений морали? В чем вообще дело? Зачем мы должны это делать? Что нас подвигает на это? Вопрос такой интересный. А дело в том, что эгоизм, да, принцип эгоизма. Если мы эгоисты, если мы живем ради себя, если мы делаем что-то ради себя, то необходимо, как бы, и свой внутренний мир, и внешние обстоятельства какие-то, ну, убрать. Надо убрать эти ограничения. Нужно не ограничивать себя какими-то вещами, которые при этом эти ограничения ведут к страданиям, конечно, и к ограничению нашего эгоизма, нашего эго. И это плохо. Просто Штернер берет в качестве фундамента вот это вот эго. Вот саму берет в качестве фундамента. У нас есть основания, и на этом основании уже все остальное строится. Если мы противоречим этому основанию, то это плохо. Это плохо скажется на нас. И в целом концепцию Штернера в итоге... Во многом подтвердят и последующие философы, например, ну, не только философы, но и психоаналитики, например. Например, Фрейд тот же. Фрейд и его последователи. Разве не о том ли Фрейд говорит, что вот мы сделали себе множество табу, множество ограничений, множество проблем у нас возникает? Из-за этого как раз, например, сексуальные разные ограничения в Фрейдизме, они как раз провоцируют развитие всевозможных психологических заболеваний. И вы понимаете, да, как бы это очень комплементарно к позиции Штернера в данном случае. И это как раз большой аргумент в пользу позиции Штернера. Ну вот мы соответствуем своей самости, с нами все хорошо. А вот мы не соответствуем своей самости, и в обществе появляются всевозможные психологически больные, всевозможные отклонения. Люди чувствуют себя плохо, у них накапливаются нервозы, депрессии и так далее, и так далее, и так далее. А вопрос, прав был Штернер или нет? Полностью или не полностью? Неизвестно. Но в данном случае полностью не прав был Федор Михайлович Достоевский, потому что, ну, он как бы за абсолютную этику, за абсолютную нравственность. А где это абсолютно нравится? И почему она плохо влияет на людей, ну, непонятно. Ладно, продолжаем. Перейдем к следующему мыслителю. Это Артур Шопенгауэр. Я взял его молодую фотографию, потому что он здесь красивый. Есть такая старая фотография, где у него очень забавно интересная прическа. Но вы ее увидите и так, когда ведете имя Артур Шопенгауэра. Вот прекрасная фотография Артура. Мы разберем, не знаю сколько, три его текста рассмотрим. Самый главный мир, как воля и представление. Но начнем мы с его диссертационной работы о четверояком корне закона достаточного основания. Напомню, что товарищ Лейбнец, да, Лейбнец вел принцип достаточного основания в философию. Артур Шопенгауэр, кстати, который, Артур Шопенгауэр, он же пессимист, он ярый пессимист. Если Лейбнец говорил, что мы живем в лучшем из всех миров, то Шопенгауэр отвечал ему, нет, мы живем в худшем из всех миров. Так вот, он в некотором роде, ну, конечно, был прекрасно знаком с позицией Лейбнеца. И вот он ее даже на раннем этапе своего творчества развивал. В познании могут быть два односторонних стремления. Сводить число самоочевидных истин к чрезмерному минимуму или чрезмерно умножать их. Сводить их к чрезмерному минимуму, я вам напомню, это Брейд Балкома. То есть не умножай сущности без необходимости. А чрезмерно умножать их, в данном случае Артур Шопенгауэр подразумевает эмпирические концепции, когда у нас очень-очень-очень много-много-много фактов. Вот видите, да, самоочевидные истины, как какие-то единичные принципы, которых должно быть очень-очень мало, и чем меньше этих принципов, тем лучше. С одной стороны, вот у нас одна-одна чаша весов на другой чаше весов, у нас противоположная, в общем-то, ситуация, когда у нас колоссальное количество фактов. Огромное количество фактов. А, вопрос, да, как, к чему нам тяготеть и к чему стремиться? Шопенгауэр считал, что в расчет необходимо принимать оба принципа. Мы избежим односторонности рационализма, стревящегося все познание извлечь из какого-нибудь А равно А. Напомню вам, из А равно А исходил Парменит, который говорил, что движения нет, потому что это, в общем-то, логические следы, там полностью логические. И с помощью опори своего ученика Зенона, в общем-то, вывел невозможные движения. Вот это одна крайность. А с другой стороны, крайность эмпиризма, когда мы набираем огромное-огромное-огромное количество фактов, и что с ними делать, как с ними быть, непонятно. Так вот. Так вот. Вот этот эмпиризм, он останавливается на частных положениях и не достигает наивысших ступеней обобщения. То есть мы не получаем знания, мы не получаем истины, как таковое, из-за такого эмпирического подхода. А что в нем плохого-то получается? Ну, я уже много разбираю проблемы эмпиризма в данном случае, и Шопенгауэр в некоторой степени, конечно же, прав. Ну, то есть, если мы не идем наверх, то есть если мы не получаем истинного положения, где-то вот там, ну, наивысшего, на самой высшей ступени обобщения, не получаем истинного положения, то и выводить положение из вот этого вот общего мы тоже не можем. Если мы не знаем истины, большой истины, то есть истины всего мира или реальности, мы не можем проверять вот эти вот самые опытные данные. И все наши суждения о них могут основываться на каких-нибудь коренных предрассудках, например. Ну, то есть, допустим, Бог есть. Допустим, вот истина. Истина, Бог есть. А, допустим, истина, Бог есть. И у нас есть куча фактов. Фактов таких нижних. Вот Земля есть. Есть планета Земля, мы знаем. Мы ее исследовали. Есть большое количество геологических слоев. В этих слоях есть окаменелости, допустим. Если мы отрицаем, ну, вот у нас, естественно, Бог есть, и Бог создал весь мир, и все вот эти вот штуки создал, да. Мы бы это вывели, если бы знали правду. Мы бы вывели вот эту вот истину, понимаете. А правду мы не знаем. Поэтому мы предполагаем, что, ну, допустим, была эволюция. Вот, например, это вот так вот как-то работает. Я не говорю, что принцип эволюции неверен. А я говорю, что у нас есть определенные сомнения. Потому что если бы мы знали общую истину, общую картину мира, мы бы по-другому могли объяснять различные частные факты. Вот как-то вот так все это и складывается. Так вот, из корня, из четвероякого корня, потому что, видите, у нас четыре результата появляются. У нас появляются четыре вида закона достаточного основания. Давайте перечислим их. Это закон достаточного основания бывания. Бывания. Или закон причинности. Второй закон – это закон достаточного основания познания. А третий – это закон достаточного основания бытия. И четвертый – это закон мотивации. Соответствует это все четырем типам даже наук, можно сказать. Это физическая наука, логическая, математическая и моральная. Ну, то есть психологическая, по Шпенгауру. Да. Ну, то есть физика основывается на причинности, логика основывается, ну, логика связывается с познанием, безусловно. Мы можем, у нас есть достаточное основание внутри логики, значит, мы можем познавать. Математические основания бывания. И моральные. Закон мотивации связан с моралью. Это этический закон. Видимо, это хорошая такая отсылка к Эммануилу Канту, которого Артур Шпенгауру очень-очень любил, честно говоря. Очень много, очень много он пишет об Эммануиле Канте. Иногда его критикуют, между прочим, иногда критикуют, но очень мягко, очень мягко, очень дружелюбно, так скажем. Кант – это такой большой-большой друг Артура Шпенгауру. Ну, духовный такой друг, духовный наставник, так скажем, практически. Но при этом Шпенгауру опирался не только на Эммануила Канта в своих изысканиях. Он также опирался и на Веды. Не поверите, Веды у Панишады он читал. Вероятно, из этого и появился его текст «Мир как воля и представление». Разберем книжку эту очень подробно, потому что она очень основательная, конечно. «О мире как первая книжка» называется, в копчиках «Эпистемология» под названием. И ее, вот это такое большое название. «О мире как представление». Первое размышление – представление, подчиненное закону основания, объект опыта и науки. Ну, как мы понимаем, понятие воли у Шпенгаура происходит с кантианской вещь в себе, ну, то есть наумен, которую Кант считал фундаментальной реальностью. Ну, вы помните, да, что у нас есть вещь в себе и вещь для нас. Вещь для нас, там, вот она, это ручка. Ручка – это вещь для нас. Вы ее видите, вы видите меня, я тоже вещь для вас непосредственно. А что ручка эта представляет в себе? Как она существует на самом деле, вот таким вопросом задается Эммануэл Кант. И таким же вопросом задается Артур Шпенгауэр. Но он отвечает немножко иначе. Это представление. Мы представляем эту ручку. Для Канта пространство, время, причинность и множество других подобных феноменов, имеющих определенные формы, данные миром, накладываясь на человеческий разум, создают представление. И это заложенная изначальная вещь в себе. Да, мы представляем эту ручку. Неизвестно, в каком виде она существует. Может быть, ее вообще не существует. Может, все вокруг в мире иллюзия. Но вот перед нами наши ощущения говорят, что это ручка. Я ее даже потрогать могу. Видите, даже звук она издает. Интересно, и вообще-то у нее свойства. Шпенгауэр указывал на то, что ничто помимо времени и пространства не может быть определено. Следовательно, вещь в себе должна быть одной. И всеми вещами, которые существуют, включая человечество, должно быть частью фундаментального единства. Наш внутренний опыт должен быть проявлением области на уме и наиболее. Это внутреннее ядро каждого существа. Все знание, полученное от объекта, всылается на само себя. И мы распознаем ту же волю в других вещах, как и внутри себя. Воля, воля, воля. Что ж с волей-то происходит дальше? Сейчас онтология пойдет. Ну, ручка у нас. Ручка. У ручки есть воля, вероятно. Как эта воля проявляется, я не понимаю. Опять же, вернемся к какой-нибудь гравитации. Вот у нас ручка. И она упала. По какому-то причине она двигается вниз. У нее может быть воля движения вниз есть. Ну, ладно, продолжим. О мире как воле. Мир как воля. Понимаете, Шпатгавр представляет мир как воля. Как определенная метафизическая сущность от этой воли. Первое размышление, объективация воли. В общем-то, вот. Электричество и гравитация описаны как фундаментальные силы воли. Представляете себе? Представляете, вот ручка, она падает. Падает. Не потому, что есть закон гравитации, о котором говорит Ньютон. Нет, потому что у нее есть воля. Шпатгавр описывает падение предметов через волю. В принципе, он не очень далеко ушел от Аристотеля, который тоже описывал движение предметов через, ну, не то чтобы волю, но через некоторые их свойства. Двигаться определенным образом, определенные стремления. Даже стихии Аристотель описывал через движение. В общем-то, огонь не движется вверх, воздух тоже там как-то летает. Ну, не совсем вверх он движется. Если бы он двигался совсем вверх, его бы не было на земле, в принципе. Он-то где-то посерединке. Вода тоже посерединке, но она потверже, и поэтому все равно движется вниз. И больше всех вниз движется все земляное, твердое такое. Вот. Такими вот способами объяснял все Аристотель. И это, в принципе, Шпатгавр пользуется практически традиционной трактовкой. Просто вводит в гидкур слово воля. Знание – это нечто изобретенное служить воле. И представлено оно как в людях, так и в животных. Фундаментальная природа Вселенной, и все в ней видится, как эта воля. Шпатгавр представляет пессимистическую картину мира, в которой неисполненные желания являются болезненными. А удовольствие – это просто ощущение, испытанное в определенный момент, когда боль уходит. Так или иначе, большинство желаний никогда не исполняются, а те, которые исполняются, немедленно замещаются неисполненными. Ух, Шпатгавр – пессимист. Ну, действительно, Шпатгавр – один из первых крупных пессимистов, который описал очень пессимистическую картину мира. В Европе. А, ну, откуда он это взял? Непосредственно из индийских текстов. Шпатгавр, помимо всего прочего, знаток индийских текстов. Он был наслышан и о буддизме, и о веданте, и о панишадах, и о ведах. В общем-то, этот человек очень просвещенный. В данном случае, ну, вероятно, вероятно, он испытал определенное влияние восточных религий. Если в прошлом, вот, Лейбниц, Лейбниц был очень позитивно настроен. Ох, мы живем в лучшем из возможных миров. У Шпатгавра все немножко иначе. Мы живем в мире воли, в которой у каждого животного, у каждого человека и даже предмета есть своя воля. И получается определенное противодействие воли. У всего есть воля, и исполнить волю хоть одного существа полностью, ну, практически невозможно. Получается, кто сильнее, что ли, сможет исполнить свою волю? Ну, значит, он подавит волю других, получается. Значит, других не получится исполнить свои желания. Да и сможет ли вот это вот могущественное, достаточное существо, чтобы задвинуть волю других существ, как-то, ну, долго-долго радоваться? Скорее всего, нет. Скорее всего, удовольствие ему приестся. И он получит, ну, ему будут новые желания. А новые желания он исполнить не сможет. В итоге, в общем-то, он вот этим вот системой пожеланий дойдет до такой степени, что он не сможет их исполнить. Вот эти вот желания, которые он захочет, все, они будут уже неисполнимыми. Так что, в принципе, без разницы, насколько мы могущественны, и насколько сильно наше проявление воли, в итоге мы столкнемся с определенным потолком, выше которого шагнуть уже не сможем. И Шпангауэр указывал на это как на причину абсолютного пессимизма. Мы необходимы, ну, необходимо пессимистически относиться к миру. Ну, мир плох. В мире всегда будем страдать. Мир, это худший из возможных миров. Книга номер три. Эстетика. Америка, ну, это все та же книга, это все та же книга, просто мир, как волей представлений, держится на нескольких книгах. Так вот. Америка к представлению. Второе размышление. Представление, независимое от закона основания. Платоновская идея, объект искусства. Ладно, ну, как мы помним, как мы знаем, Шпангауэр концентрируется на идее гении. Идея гении, она еще и Канту, в смысле, но вообще эстетическая теория Европы, она строится вот на вот этих вот гениях. Мы с вами уже тоже обсуждали критику понятия гения, но я думаю, вы об этом наслышаны. Шпангауэр, ее сторонник вот этой вот концепции гения. Согласно философу, гению обладают все люди в той или иной степени. И он состоит в способности к эстетическому опыту. Эстетическое переживание происходит, когда человек воспринимает объект, но понимает не сам объект, а его платоновскую идею. Человек становится способным потерять себя в объекте созерцания на короткое время. Вырваться из порочного круга невыполнимого желания, став чистым субъектом воли меньше знать. А те, кто имеет высокую степень гениальности, могут научиться сообщать эти эстетические переживания другим. А объекты, которые сообщают это переживание, произведения искусства. Основываясь на этой теории, Шпангауэр рассматривал голландский натюрмор как лучший вид живописи. Ну, ладно. Так вот, ну, с этикой тоже все понятно. Эстетикой. Теперь этика, конечно же, этика. Куда же без этики? Шпангауэр пессимист, пессимист. Этика должна быть, значит, этика должна быть, конечно же. Второе размышление. Утверждение, отрицание воли к жизни при достигнутом самопознании. Написано здесь многое, если хотите, можете прочитать. Суть заключается в том, что, ну, вот как раз в окончательном выводе о том, как можно вести сношную жизнь, не ликвидируя желания, поскольку это приводит к куки. Шпангауэр предлагает стать сторонним наблюдателем собственной воли и постоянно понимать, что большинство желаний останутся невыполненными. То есть, отказаться от воли, в некотором смысле наблюдать за ней, но не быть ее, так скажем, рабом. И эта стратегия тоже очень похожа на индийские методы. Ну, вот честно, это очень индийская концепция у него, у Шпангауэра. Это определенная смесь. С одной стороны, платонизма и кантианства, с другой стороны, не знаю, веданты или буддизма, может быть, даже в некотором роде. В общем, такая интересная концепция мира у Шпангауэра. Такая эклектическая, интересная эклектическая концепция. Ознакомьтесь с его текстом «Мир как воля и представление». Написан он, по большей части, не очень тяжелым языком. Ну, то есть, это приемлемый текст защитения. Он громадный, но это не Гегель, так скажем. Это довольно простой текст. Вот этот текст о четверяком корне законно-надостаточном основании. Это профессиональная работа Шпангауэра, выполненная в рамках логики. И там вы не очень много всего поймете, если не разбираетесь в философии. «Мир как воля и представление», особенно вторая его часть, про эстетику, этику. И там еще дальше будет продолжение с набором его различных статей по разным темам. Это довольно-таки простые тексты. Большие, длинные, переполненные аргументацией, но простые. Их можно прочитать, и я очень рекомендую это сделать. Но больше всего я рекомендую прочитать его знаменательный и потрясающий текст. Это «Эристика» или «Искусство побеждать в спорах». Мы его с вами уже тоже рассматривали в одном из видео. В этой работе Шпангауэр разбирает всевозможные уловки, которые применяются в спорах. Он убежден, что главная цель любого спора – победа, а не истина. А потому все уловки хороши, если они работают. И уловок там много. И он рассматривает, как их применять, в каких ситуациях это можно делать, в каких ситуациях заметят использование уловки, а в каких не заметят, а значит их можно использовать. То есть это в принципе даже не важно. Понимаете, в чем суть? Все люди используют так или иначе уловки. Вы видите какого-нибудь великого мудрого профессора, не знаю, Нобелевского лауреата. А в университете, когда он будет вести пары, допустим, он будет применять уловки, потому что сам доказать свои концепции студентам он не сможет, к сожалению. Вот так вот это, к сожалению, работает. То есть в любом случае, чтобы кого-то переспорить, люди используют уловки, потому что уловки – это такой простой путь к достижению цели. Куда проще сказать студенту, да кто ты вообще такой? Не знаю, я лауреат Нобелевской премии, например. А ты кто? Ты маленький чмошник. Вот и суди, кто из нас прав из этого. Это определенно эдхоменем, это определенно уловка, это определенно логическая ошибка. Но при этом это действенная логическая ошибка, которая может заткнуть наглого студента. Особенно если с ним разговаривает лауреат Нобелевской премии, понимаете? Апелляция к собственному авторитету против ничтожного соперника, этой букашки. В общем, понятно, многие люди этим пользуются. Я, наверное, не видел ни одного профессора, ни одного преподавателя, который бы на протяжении всех своих лекций или на протяжении споров с другими профессорами не использовал ни одной уловки. Ну вот это вот мой личный опыт. Вот ни одного человека я такого не видел. Я вообще большинству профессоров, они в принципе не знают логики. Теория аргументации они тоже не знают обыкновенно. Поэтому я как-то вот так вот не удивлен. Я не удивляюсь, что это так происходит, понимаете? И Шпангау тоже своим опытом подтверждает вот это мое наблюдение. Я думаю, вы сами можете заметить, как, конечно, такое происходит. Если вы начнете спорить с профессором, не являясь при этом человеком на уровень выше этого профессора, не являясь при этом человеком, который может повлиять на этого профессора с какими-то своими, в общем-то, физическими вполне способностями, уволить его, снизить его зарплату или что-то такое, ну, скорее всего, он будет применять против вас уловки. Вот-вот-вот так вот это работает, к сожалению. И Шпангау показывает нам вот эту вот грустную истину нашего мира о том, что мир работает не так, как мы хотели бы видеть. А вот и он, знаменательный, великий Фридрих Вильгельм Ницше. Так-с. Что бы о нем сказать перед тем, как мы приступим к разбору его текстов? У меня есть тоже практически полное собрание его сочинений. Я начинал, по сути, с Фридриха Вильгельма Ницше. Он пропустил меня в философию, так скажем. Мыслитель хороший, интересный. По сравнению с Шпангауэром сделал тоже большой вклад в философию. Вот эта вот триада Штырнер, Шпангауэр, Ницше, вот эти вот персонажи обусловили всю последующую философскую традицию. Весь 20-й век, я бы даже сказал, что на одном Ницше держится весь 20-й век. Философия. Ну, не считая там марксизма и неомарксизма и прочих там направлений, которые на самом деле не сильно выделяются своей оригинальностью. Экзистенциализм. Вполне новое явление для философии 20-го века. Во многом завязан на Ницше. Особенно тот экзистенциализм, который является атеистическим. Конечно, есть и другая ветвь, которая ведет к этому атеистенциализму. Это Киркегор. Ну, это христианский мыслитель довольно-таки. У него довольно интересный стиль тоже. Он во многом похож на Ницше. Именно вот своей стилистикой и формой рассуждения, что это не строго академический стиль. Но Киркегора тоже упоминать стоит иногда. Я, к сожалению, решил убрать его из данной лекции. Ну, потому что он очень догматичный персонаж с точки зрения христианства. И, ну, вот. Я не считаю его очень уж влиятельным и сильным. Но он повлиял на течение экзистенциализма. Также Ницше повлиял на течение постмодернистической философии. Я не могу себе представить постмодерн без Ницше, потому что практически все постмодернисты, они ссылались на Ницше. Они даже книжки про него писали. Я не знаю, наверное, у каждого второго постмодерниста есть своя книжка про Ницше. Ницше – это влиятельнейшая персона для философии 20 века. Ну, это вот, в общем-то, это просто стоит принять. Нет, не про Шопенгауэра писали книги. Не про Штернера. Именно про Ницше. Что действительно удивительно. Удивительно, что Фридрих Ницше уже такой довольно-таки поздний мыслитель по сравнению с Шопенгауэром, который считался ему учителем. И Штернером, который тоже жил раньше Ницше. При этом именно Ницше стал основателем, так скажем, вот этой вот всей философии 20 века. Именно Ницше почему-то мы можем поделить философию, так скажем, до Ницше и после Ницше. Также мы можем поделить философию до Канта и после Канта, до Сократа и после Сократа. Ну вот, Ницше одна из тех вот персоналей, до и после которой происходит, до которой была такая философия, и после которой уже стала другая. И вот эта вот другая философия очень-очень-очень сильно опирается на философию Ницше. Я думаю, вы понимаете, что Ницше стал популярным таким вот известным поп-философом не просто потому что, не просто потому что там афоризм, это легко читать, это так замечательно. Нет, Ницше действительно сделал колоссальный вклад в развитие культуры и предложил огромное количество оригинальных идей. Начнем же, начнем разбирать. Все эти видения можно вечно разговаривать про Ницше. Давайте рассмотрим. Что же сделал Ницше? Один из ранних его текстов «Рождение трагедии» или «Эллинство и пессимизм». Ницше считал, что древние греки нашли в искусстве противоядие от бессмысленности реальности и порождаемого осознанием этого безнадежного пессимизма. В древнегреческом искусстве автор видит постоянную борьбу между двумя началами. У Ницше есть, в общем-то, два известных начала. А с одной стороны это Аполлоническое начало, а с другой стороны Дионисийское начало. Они все время присутствуют в искусстве, даже в каждом отдельном авторе, например, не знаю, у Достоевского того же, присутствует оба начала, и Аполлоническое, и Дионисийское. Оба находятся в состоянии постоянного противоборства. А Аполлоническое начало, что это? Ну, что за Аполлон-то такое? Это греческий бог, солярный бог определенно, бог-герой непосредственно. Что же подразумевает? Это порядок, гармония, спокойствие, артистизм. Порождают пластические искусства всевозможные, вроде архитектуры, скульптуры, живописи, графики. А что такое Дионисийское начало? И почему Фридрих Ницше относил себя к Дионисийскому началу? Потому что Дионисийское начало относит нас к богу Дионису. Еще известен как Вакха, также нам известно слово Вакханалия, которое, собственно, тоже возникло от имени бога Вакха, то есть Диониса. И вот, что же это за начало? Это опьянение, что происходило, да, в общем-то, в Вакханалиях. В том числе опьянение. В том числе наркотическое опьянение, между прочим, употребление различных наркотических веществ, он связывает тоже с Дионисийским началом. Забвение, хаос, экстатическое растворение идентичности в массе, рождающее неопластическое искусство. А что это получается? Это постмодернизм, вообще-то. Ну, если кратко выражать эту идею, то это постмодернизм. И ниши в целом, ну, то есть, да, ну, постмодернизм в целом такая Дионисийская традиция. Если бы мы по ниши судили, это действительно Дионисийская традиция преимущественная. И ниши тоже относят себя к Дионисийским таким мыслителям. То есть это мыслитель хаоса, мыслитель экстатического растворения, мыслитель забвения. Брось все тяжелое в море, говорит ниши. Вот все. Все, что тебя отяжеляет, все, что делает тебе сложнее и делает тебе хуже, брось в море, забудь, избавься от этого. Для ниши такие концепции, они свойственны, действительно. Ниши за забвение. Ну и, конечно же, ну, какое искусство этому соответствует, это музыка. Ниши был музыкантом, в том числе. Ну, многие музыканты не думают, что он был гением на уровне классических композиторов. Но его музыка, вы можете тоже послушать музыку Фридриха Вильгельма Ниши. Это хорошая музыка. Это хорошая музыка. Я бы не стал сравнивать его, конечно, с Фернсом Листом, никакими другими гениальными композиторами. Ну, это действительно очень хорошая, интересная музыка, которую я рекомендую вам послушать на досуге. Если вам понравится моя лекция о Фридрихе Ниши и о его концепциях, очень рекомендую. Потом, творчество Фридриха Ниши переполняется всевозможными книгами афоризмов. Вот здесь, рождение трагедии и эллинства, и пессимизм... Нет. Нет, это еще не книжка афоризмов. Это полноценное рассуждение на тему. Рождение трагедии, да, и двух началах, это полноценная книга. А потом, 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 очень много книг Ниши, за исключением, там, некоторых, буквально некоторых. Это книжки афоризмов. Человеческая, слишком человеческая. Такс. Так, а-та-та-та-та-та-та. Ах, стыд и позор. Забыл книжку Ниши. Как же я мог? Человеческая, слишком человеческая. Веселая наука. Да, даже тот же самый Заратустра, которого мы вскоре разберем, это, конечно же, книжки преимущественно, преимущественно афористического стиля. Так вот, да, по ту сторону добра и зла. Я вот это вот по ту сторону, как-то по-разному себе представлял. По ту сторону добра и зла. Тоже книжка афоризмов. Казус Вагнера. Сначала любил Вагнера, а потом разлюбил Вагнера. Тоже такая история. Антихрист. Тоже книжка афоризмов. Книжка посвящена... Антихрист. Проклятие христианства под названием книги. Критика христианства. На самом деле, я считаю, Антихрист довольно-таки слабая книжка Ниши, потому что, ну, она посвящена только критике христианства. Так говорил Заратустра, куда интереснее в этом смысле. Ну и самый такой, наверное, фундаментальный текст. Это текст «Боля к власти», который на самом деле был написан не столько им, сколько, в общем-то, довольно сложная ситуация. Его сестра собрала его заметки в тексте «Боля к власти» и подредактировала их значительно. С одной стороны, мы, скорее всего, можем согласиться с некоторыми концепциями вот этой книги. Там есть очень много важных положений, которые действительно, с одной стороны, свойственны Ницше, а с другой стороны, они, ну, действительно, как бы дополняют его ущения. Ну, то есть, явно не его сестра над ними поработала, над многими концепциями. Но есть кое-что исправленное, и насчет вот этой книжки «Боля к власти» возникает огромное количество сомнений. Но мы сейчас перейдем к книгам афоризмов вообще. О чем пишет Ницше? И почему так много афоризмов? А пишет он потому, что обо всем. О человеке, о жизни, он не складывает какую-то единую философскую концепцию, с помощью которой можно было бы объяснить мир. Нет, у него такого нет, у него нет единой, в общем-то, мысли. Но, есть определенные, единые, какие-то точечные идеи, которые он постоянно упоминает в своем творчестве, из которых мы и можем говорить о том, что у Фридриха Ницше все-таки была какая-то система взглядов. Впрочем, некоторые афоризмы тоже противоречат друг другу, поэтому приводить их в качестве аргумента тоже практически всегда глупо, и мы, когда видим какой-нибудь афоризм Фридриха Ницше в качестве аргумента к какому-то там, не знаю, событию, к юридическому прецеденту, там, что-нибудь другое пытается сделать, и чаще всего полная чушь. Потому что афоризмы Ницше противоречат друг другу, ну вот просто местами они противоречат друг другу. И когда мы Мы видим там, не знаю, у Нитши восхваление добра, света или чего-нибудь такого. Чаще всего мы там, не знаю, через несколько книжек, через других книжках найдем противоположные цитаты, которые опровергают эту чушь. Нитши не просто статический мыслитель, он довольно-таки подвижен. Так вот, книги афоризмов. Я это просто объединил. Все книжки, которые я перечислил, вот в этом названии. Книги афоризмов. Ну, потому что сложно. Какие идеи там есть? Во-первых, это способ, которым Нитши обретает бытие. Нитши усматривает вечное возвращение. То есть, постоянное повторение одного и того же по кругу. Напомню, это было у Гераклита. Кстати, практически из всех мыслителей древности, больше всех Нитши уважал, конечно же, Гераклита. Уважал, конечно, в том числе и почти всех досократиков, но уже с Сократа он видит, что начинается догаденство. Сократ плохой. Сократ, вообще-то, сын людей из довольно-таки низкого сословия. Действительно, это слабый человек, понитший, который ввел в философию определенную болезненность. Так вот, нечто постоянно возвращается. Постоянство вечности обретается через повторяющееся возвращение того же самого, а не через неприходящую неизменность. В этом рассмотрении на передний план выходит вопрос не о причине сущего, а о том, почему оно тогда возвращается таким, а не другим. Свообразной отмычкой к этому вопросу служит представление о воле к власти. Да, кстати, Ницше, Ницше сейчас у нас будет, там про волю к власти что-нибудь, да, будет. Потом про волю к власти, продолжаем. Следующая концепция, которая у Ницше, ну, является очень уж известной, которую вы, наверное, слышали, это сверхчеловек. А тут сверхледними, понимаете, всегда такая проблема возникает. У нас как бы есть Бога-человек Иисус Христос, с одной стороны. Потом есть куча мыслителей, которые вот говорят о Бога-человечестве и так далее, так далее. Так вот, Ницше делает сверхчеловека противоположностью Бога-человека. Вот так вот. Сверхчеловек, сверхчеловек, сверхчеловек. А Ницше эту концепцию не выражает слишком уж явно. Ну, то есть, практически все концепции, которые так или иначе присутствуют в творчестве Ницше, они не выражены явно. Начнем с этого. И сверхчеловек одна из самых таинственных из них. С одной стороны, сверхчеловек это тот человек, который преодолел человечность. То есть, он прошел от каната, ну, то есть, у нас есть два пика, как мы помним из афоризмов Ницше, два пика. Один человек, другой сверхчеловек. Ой, нет, один животное, другой сверхчеловек. Ну, обезьяна и сверхчеловек. И человек это канат, протянутый над бездной. И вот человек должен пройти от обезьяны, так скажем, к сверхчеловеку. Но что это значит по Ницше? Что это по Ницше значит? Это значит преклониться перед Богом, стать частью Бога? Нет, конечно же нет. Ницше антихристианин. Он выступает с антихристианских позиций. Он критикует христианство постоянно. Значит, это антихристианин, получается, в некотором роде. Да, это человек, у которого присутствует определенная переоценка ценностей. Это человек, который не подчиняется сложившейся морали. В том числе, прежде всего, морали христианства. Это человек преимущественно, скорее всего, довольно-таки высокого сословия. То есть, есть отребья, обычные люди. А с другой стороны, есть сверхчеловек, который не подчиняется канонам вот этих вот маленьких людишек. Сверхчеловек во всем превосходит обычных людей. Ну, именно в интеллектуальных, конечно же, каких-то областях. И, конечно же, один из главных маркеров сверхчеловека – это его нравственная возвышенность. Притом, нравственная возвышенность в том смысле, что он не является нравственным христианином. Наоборот, он сам является хозяином своей нравственности. Более того, сверхчеловеку, ну, вероятно, свойственно определенное мышление. То есть, это своеобразное мышление, это мышление преимущественно оригинальное. Ну, например, не знаю, десократических философов он поэтому и ценит Ницше, потому что это крупные мыслители. Это просто вот, ну, это действительно я тоже постоянно замечаю, когда читаю истории об этих мыслителях. Это сверхлюди. Это определенно люди, которые вот могут взять и убить себя вот просто на ровном месте. Со смеха умереть, от слез, не знаю, откусить себе язык, чтобы доказать, что ты прав. Или сброситься в жерло вулкана. Вы можете прочитать тоже о смерти великих древних философов и узнать, что вот это вот было так. Это мифология. Это чистая мифология о людях, которые были выше всех остальных. Это определенные гераклы. Это определенные гераклы интеллектуальной сферы, так скажем. И здесь тоже есть отголоски сверхчеловека в этом. А вот уже с Сократа, когда начинается такое вот морализаторство по преимуществу, это уже начинается человеческое слишком человеческое. А есть и сверхчеловеческое, получается, понише. Сверхчеловек это не просто тот, кто там круче людей. Это в том числе тот, кто умнее людей. Это тот, кто благороднее. Причем Ницше с его позициями аристократическими преимуществами, у него аристократические взгляды. Он тяготеет как раз к идее именно аристократии, к идее избранных людей, к идее людей благородных. В его концепции благородство это не значит доброта, это не значит какая-то там, не знаю, какая-то нравственность, это не значит быть благим. Это значит быть благородным. То есть происходить из-за благого рода. То есть, ну, например, король. Король и король говорит, а давайте-ка казним 50 человек, чтобы научить там всех остальных себя хорошо вести. Это благородный поступок. По меркам христиан нет. Но по меркам Ницше этот поступок можно расценить как благородный. Потому что это поступок благородного человека. Человека из благого рода. То есть из определенного рода, из рода высоких людей, так скажем. И для Ницше вот эта вот родовая преемственность, она тоже очень важна. С другой стороны, давайте заметим, что философию Ницше часто трактуют как обоснование, обоснование для нацизма. Напоминаю, нацизм это национал-социализм. То есть это социализм, это та концепция, которая нам говорит о равенстве. Это левая идея, ну идея равенства, левая идея. Ницше в этом самом аспекте, вот в этом, он правый. То есть он придерживается наоборот разделения общества на сословие. То есть не должно быть там всех равных немцев. Все немцы потрясающе, все немцы замечательные, а все остальные люди отстой. Нет, нет, это так не работает у Ницше. У Ницше есть определенные аристократы, так скажем. Есть определенные люди, которые лучше обычных людей, в общем-то. Причем это не особо зависит от национальности. Во-вторых, Ницше не националист. То есть у него нет национальной компоненты. Он критиковал немцев, он критиковал практически все народы. При этом он еще не антисемит, понимаете. Он с уважением относится к евреям, к еврейской вот этой вот уживчивости. К тому, что евреи так хорошо передают свою концепцию, вот эту вот иудаистическую. С самой древности и до сих пор еще живут и до сих пор не теряются среди других народов. Ницше считает это великим достижением. Ну то есть, понимаете, если мы так подумаем, то даже концепция сверхчеловека, она антинационалистична. Ну то есть, это, ну, не имеет никакого отношения к национал-социализму. Ницше это такой автор, который во всем был против национал-социализма. В чем национал-социализм был левым? Там Ницше был правым просто, понимаете. Да, просто у национал-социализма есть и правые черты, и левые. Как и у, не знаю, у СССР тоже есть правые и левые черты. Например, правые это тоталитаризм, то, что там был вождь, там был мужик, которым всем правил. Это правая определенная черта. Черта правых учений. С другой стороны, есть левая черта, это стремление. В основном все левые идеи, они были, ну, в СССР, например, они были внутри концепции именно. Ну и экономика, конечно же, да. А у национал-социализма, ну, вот тоже там были левые идеи по преимуществу. Именно идеалы идей, они были левыми. Это рабочая партия, конечно же, это поддержание. Понимаете, поддержание рабочей партии. Рабочие, с одной стороны. Вот Гитлер за рабочих, Ницше за аристократов. Вы уже должны понимать, что разница везде колоссальная. Ницше это противоположность Гитлера, так скажем. Но все-таки Ницше объясняет, объясняет Гитлера еще до его становления фюрером, так скажем. Да, ну, потому что Ницше жил значительно раньше, он жил в прошлом веке. Он как раз и погиб до пересечения эпох. Так вот, воля к власти. С помощью воли к власти он, по сути, и объясняет поведение всех грядущих войн, так скажем. Он является своеобразным пророком, пророком вот этих вот войн. Он предвидел во многом все это. Воля к власти есть организующий принцип всего живого и шире существующего. Переводимый так же, как воля к мощи. Этот принцип утверждает творческий характер становления, в котором разрозненные факты бытия обретают единую меру существования. При этом воля к власти не есть произвол или насилие над сущим, но только желание исполнить элементарный долг жизни. Мочь. Ну, мочь быть способным что-то делать, совершить. Волю к власти в некоторых афоризмах Ницше описывает через... Ну, опять же, через понятие той же гравитации, развития, природы и так далее, и так далее, и так далее. Даже борьбу клеток он в некоторых афоризмах рассматривает как проявление волю к власти. Ну, то есть, вы понимаете, что... Да, это более частный случай, чем у Шопенгауэра. У Шопенгауэра просто воля. Ницше конкретизирует свою позицию и называет ее волей к мощи, волей к самоутверждению даже, так скажем. То есть, все живое и даже неживое пытается самоутвердиться. Пытается быть способным, пытается показать свои способности. И в этом смысле оно и живет, по сути. Это и есть форма его существования, это и есть его жизнь как таковая. Если он не может, если он не самоутверждается, если он слабый... Если он слабый, опять же, возвращаемся к сверхчеловеку. Если человек сверхчеловек сильный, значит, он проявляет волю к власти, и он молодец. А если он слабый, то его воля к власти подавлена, и его жизнь, в общем-то, живется, так скажем, не до конца. Это не до жизни. Ну, поничше, опять же. Поничше. Получается, что это не до жизни. И вот, вот, вот и получается связка, понимаете, его взгляды, воля к власти, с одной стороны, и с другой стороны, воля к власти, воля взятая у Шопенгауэра, но измененная воля к власти, накладывается на его концепцию сверхчеловека, и на его понимание общества, и его наделение общества на сильных, с одной стороны, и слабых, с другой, на благородных людей и неблагородных людей, на глупых и умных, на толпу, которая, в общем-то, пьет из водопоя и портит его, загрязняет она человека, который не собирается пить из этого водопоя. Ну, чтобы, в общем-то, не выпить яда, Ницше, Ницше очень интересен этим самым. Так вот, и вы должны еще заметить, что воля к власти, которая как будто бы взята у Шопенгауэра, но что нам предлагает в итоге с волей Шопенгауэра сделать? Подавить ее, тогда страданий будет меньше, и чем меньше мы валим, тем меньше у нас будет страданий, потому что Шопенгауэр пессимист, и он пытается избежать страданий все-таки. Что пытается сделать Ницше? Воля к власти. Воля к власти. И у кого больше всех проявляется воля к власти? У сверхчеловека. Да, Ницше наоборот идет, Шопенгауэр идет назад, нет, все, подавляем волю. Ницше действует противоположным образом, волю надо развивать и становиться сверхчеловеком, более самоутверждающим, более мощным, более сильным, и, в общем-то, в большей степени от этого жить. Так-с, так говорил Заратустра. Ух, так говорил Заратустра, один из самых известных текстов Ницше. Главный персонаж этой книги носит имя Заратустра, что относит нас к тому известному Зарастру, который оставал Зарастризм. Но при этом Заратустра не является тем самым Зарастром, это не значит, что Ницше проповедует здесь Зарастризм, скорее наоборот, у Ницше здесь своя концепция. Так вот, в этой книге он произнес, Ницше впервые свою известную фразу «Бог умер, год тот ист». Ну, вот так вот. Также, так говорил Заратустра, он раскрывает идею о сверхчеловеке, если не ошибаюсь, там же у нас про канаты, про обезьян, и про обезьян Заратустры в этом же тексте. Человек превосходит обезьяну, так сверхчеловек превосходит человека, ну и так далее, и так далее, и так далее. Таким образом, человек это канат, натянутый между зверями, сверхчеловеком, ну это я уже вам говорил, да. Да, это сравнение навевает развлекающий публику канатоходец, это тоже там есть. Но, в общем, вы видите, этот текст уже более художественный, я не знаю даже, как его обозначить. Проблема в том, что он состоит с одной стороны из афоризмов, но некоторые из этих афоризмов в тексте, так говорил Заратустра, являются полноценными историями. Эти истории складываются в такое небольшое путешествие, и в самой последней голове, в самом конце, они выливаются в единый такой интеллектуальный итог, в котором из-за славы, в общем, делают Бога. Это, конечно, спойлер, ну в общем, да. Там люди собираются, у них, в общем, осёл, и они его делают, в общем, своеобразным Иисусом Христом. Ух, здесь же в этой книге Ницше рассуждает о том, что нужно разбить скрижали ценностей, сманить многих из стада. В общем, да, разбей старые скрижали, утверждает Ницше, разбей старые этические постулаты, создай новые, живи в новых этических постулатах, будь себе сам танцующей звездой, носи в себе хаос. Опять же, дионисийская философия, понимаете, у Ницше, как все оказывается, на самом деле связана, связана, ну, то есть, то, что было в раннем творчестве Ницше, мы находим и в новом. Противоречие есть, но в менее значительных аспектах, о более значительных, о которых мы уже поговорили. Вот что мы встречаем, довольно интересную нишанскую концепцию мира. Далее, Заратустра излагает учение о трех превращениях, или о стадии духовного роста. Это верблюд, лев и ребенок. Ну, то есть, на стадии верблюда, в духа есть стадия верблюда, да. Дух, он нагружен знаниями. На стадии льва он бросает вызов великому дракону и заявляет, я хочу. А на стадии ребенка он созидает новые ценности. Почему? У ребенка просто, по мнению Ницше, и вообще, в принципе, по мнению некоторых психологов, в общем-то, дети, они более расположены к творчеству, к созиданию. И поэтому, поэтому, вполне, вполне такое неплохое сравнение. Ребенок может творить. Ребенок еще не связан духовными какими-то ограничениями, он не связан культурой, он не связан вот этими нагромождениями знаний. Да, и поэтому ему даже бросать вызов-то и не нужно великому дракону. На стадии льва этот дракон преодолевается и побеждается, а на стадии ребенка создаются новые ценности. Да, там он критикует проповедников сна, искателей нового мира и презирающих тела. Да, тело Ницше не презирает. Ницше в этом смысле очень физиологический философ. Он часто апеллирует к филологии и физиологии с другой стороны. А, кстати, вот, да, Заратустра учит диалектическому переходу противоположностей друг в друга. Откуда это тоже взялось? Из Гегеля, может быть? Нет, и Гегеля, Маркса и прочих гегельянцев Ницше очень резко отвергал и критиковал. А это берется из работ, в общем-то, ну, не из работ, а из цитаты Гераклита. Да, в общем-то, сама культура и сценности у Ницше превращается в враждебного индивиду духа тяжести. А что нужно сделать с духом тяжести? Воду его бросил утопить, надо избавиться от духа тяжести. Да. Ницше критикует стадное чувство, да, действительно, в этой книге он так делает. В рассуждении о женщинах и смерти он... Да, с женщинами. Что с женщинами связано? Как и Шопенгавр. Шопенгавр и известный шовинист. А Ницше тоже имеет определенные черты шовинистической такой философии. Если Шопенгавр и недооценивает женщин по поводу... Ну, из-за того, что женщины не просто... Как бы слабы, нет. Шопенгавр говорит, что у женщин, с одной стороны, ну, вообще у людей, есть два таких вот свойства. Это, с одной стороны, интеллект, с другой стороны, воля. У женщин больше проявлен интеллект. Вот, заметьте, да, обычно мы говорим, ну, обычно шовинисты говорят, женщина глупая. Наоборот, у женщины проявлен рассудок, ум. То есть, она обязана быть серьезной, она обязана следить за детьми, если она не будет серьезной, и ребенок умрет. И поэтому ее рациональность развита, ну, максимально с точки зрения вообще ухода за детьми, выгоды и так далее, и так далее, и так далее. А, поэтому, кстати, он тоже наблюдает, что многие женщины, вообще-то, ну, так скажем, являются меркантильными, это из-за разума. А вот у мужчин преобладает воля. И вот за счет вот этой вот воли мужчины становятся более лучшими персонажами, чем женщины. Ну, то есть, это более лучший пол, чем женщины, потому что у них высока воля. И уже через волю мужчина проявляет интеллект. Ну, по Шопенгауру это вот так вот сложно, как бы, складывается. У Ницше есть отголоски в философии Шопенгауру определенно. Женщина для него, ух, не самый лучший персонаж, так скажем. Не в лучшем свете Ницше ее изображает. И поэтому феминистки не любят ни Ницше, ни Шопенгауру, игнорируя другие части их философии. Вот без каких-либо других оснований. Ну, Ницше критиковал женщину, ну, Шопенгауру критиковал женщину, ну, все, отстой. Плохие философы. Очень-очень грамотная критика, да. Также Ницше, конечно же, всю свою историю критикует идеи равенства. Мы об этом говорили в контексте нацизма, в контексте социализма. То есть он марксистов критиковал, смосил просто только так. Кстати, марксисты его тоже не любят по этому же поводу. Да. Ну и вот, в итоге, Ницше провозглашает богом осла в своей книжке. Очень-очень интересно. Так говорил Заратустра, рекомендую вам прочитать. Там и песни, там и стихи, там и истории, там и афоризмы. Некоторые из них очень короткие. Очень такая интересная, с одной стороны, и с другой стороны. Не очень сложная для ознакомления книга, если вы хотите почитать что-то философское. Очень рекомендую. И короткая, главное. Короткая. Это вам не тысяча страниц Канта, не тысяча страниц Гегеля. Нет, это очень простая книжка. Но по сравнению с вот этими вот мыслителями, которые рассуждали исключительно своими терминами, Ницше редко пользуется специальной терминологией, не проясняя ее в контексте того, что он пишет. И это обычно понятно, о чем он пишет. В общем, рекомендую. Рекомендую. Ну и все получается. Мы рассмотрели творчество трех мыслителей, которые в значительной степени повлияли на становление философии 20 века. Без них довольно сложно будет представить авторов, которых мы будем разбирать в дальнейшем. Штернер, Шопенгаур и Ницше отходят от догматического сайентизма, рационализма и христианства на максимальное расстояние. Штернер повергает христианскую мораль. Аль Шопенгаур заменяет христианскую метафизику метафизикой воли. А Ницше стирает христианскую символику, эстетику и стиль, переполненный цитатами и отсылками. Все три автора делают значительный шаг в сторону от тенденции европейской философии. Именно поэтому с их творчеством необходимо ознакомиться как сторонникам христианства, потому что им надо знать своих основных оппонентов и знать вот эту культуру критики христианства. А с другой стороны и сайентистам, и рационалистам, потому что обычно и рационалисты, и сайентисты плохо знакомы с творчеством этих умыслителей. Ну и тем более рационалистам и постмодернистам, потому что вот это начало. Это начало в Европе таких вот концепций, таких тенденций, которые уже начали далеко выходить за пределы чисто догматического дискурса, который был тесно связан с христианством и с христианской метафизикой. Восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok